Российский политик поддержал закон о госбезопасности Гонконга, 10 часов 47 минут 2 июня 2020 года, знак авторского права. Прибывают на заключительное заседание Всекитайского собрания народных представителей, в СНБПА, в Пекине, 28 мая 2020 года. Знак авторского права. Эти фото слэш Марк Шифлбайн. Напомним, что путь к разработке нового закона открыт постановлением о государственной безопасности Гонконга, которое принято по итогам завершившейся 28 мая сессии Всекитайского собрания народных представителей. Оно предполагает совершенствование законодательства по борьбе с подрывной деятельностью, терроризмом, сепаратизмом и иностранным вмешательством в дела Гонконга, который официально называется специальный административный район КНР Синган. Вчера, 11 часов 38 минут, МИД Китая прокомментировал угрозы США по ведению санкций против Гонконга. Маркелов напомнил, что необходимость принятия соответствующего закона назревала давно. Еще с 1992 года в Гонконге говорили о необходимости внутреннего закона о противодействии американскому и британскому влиянию на его территории. Этого требовали сами жители Гонконга, но закон не был принят, отметил он. Хочу обратить внимание, что принято пока только постановление о шуму на Западе столько, будто Китай ввел какие-то прямые законы, которые ущемляют жителей Гонконга, подчеркивает российский политик. Действительно, после принятия постановления о госбезопасности Гонконга западная пресса обвинила Пекин в попытках задавить законом находящийся на самоуправлении до 2047 года специальный административный район КНР. Белый дом уже пригрозил вести санкции против отдельных китайских политиков и отменить таможенные преференции в отношении Гонконга. С Запада вновь прозвучали призывы к Гонконг-ЦИАМ устроить демонстрации. Странно, когда американцы, британцы и европейцы призывают Гонконг-ЦИАФ выходить на улицы и протестовать. Это звучит смешно со стороны французов, которые еще недавно не знали, что делать со своими желтыми жилетами. Это звучит тем более странно от Америки, где сегодня происходят кровавые протесты, погромы, вандализм и мародерство, отметил в связи с этим Маркелов. Такое же недоумение выразил и официальный представитель МИД КНР Чжа Али Цезянь, задавшийся 1 июня риторическим вопросом, почему американская сторона прославляет участников беспорядков в Гонконге, называет их героями, при этом окрестив участников антироссистских выступлений в США бандитами. Почему США обвиняют гонконгских полицейских в превышении полномочий, при этом угрожая расстрелами участникам демонстрации у себя на местах. Американский подход – это самые типичные двойные стандарты, подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства. Комментируя ситуацию, Маркелов констатировал, что США не оставят попыток дестабилизировать ситуацию в Китае даже в нынешней ситуации, когда у них полыхает вся страна. Вашингтон продолжит вмешиваться во внутренние дела КНР, находя для этого все новые предлоги, прогнозирует российский политик. Недавно в Конгрессе был зарегистрирован законопроект HR-6948, который требует уполномочить президента США признать тибетский автономный район КНР в качестве отдельной независимой страны. То есть если в Гонконге у них не получается, они решили бить по другим территориям, подчеркнул собеседник информслужбы. Вчера 9 часов 23 минуты в Гонконге считают, что санкции ударят по американским компаниям. По его мнению, в такой обстановке Россия и Китаю следует сообща противостоять внешним угрозам, которые искусственно создают сегодня США. В частности, он предложил двум странам расширить обмен опытом противодействия и вмешательства во внутренние дела извне. Явно просматривается попытка вмешательства во внутренние дела наших стран извне. В организации многих акций явно просматривается западный след. Этот вопрос касается национальной безопасности, суверенитета наших стран. В этом свете очень правильно было бы обмениваться информацией, обмениваться опытом разработки законодательных баз и правоприменительной практикой, подчеркнул Маркелов. Проект России Китай. События и комментарии.